А на сегодня у нас серия четвертая в кармашке. Педали дали? И вот-то погнали, педалю дали. Серия четвертая. — Эй, чего домой не идешь? — от тягостных воспоминаний ее отвлек знакомый голос. В класс ворвалась Лариса. Именно она ворвалась, а не вошла. Она всегда так перемещалась, словно на пожар спешила, как летела. Создавала вихры в воздухе. — Определение «темпераментное» подходило к ней во всех отношениях. А у нее есть темперамент. Шумное, резкое и всегда как будто на взводе. На заводе. И хотя класс был пуст, в нем сразу стало тесно от ее громоздкого, пушущего здоровым жаром тела, от громкого низкого голоса, от облака тяжелых сладких духов и от взмаха в полных рук, которыми она сопровождала свою бронебойную речь, способную глушить даже тугоухого лухого. — Лариса? Она всегда говорила много, умудряясь при этом не сказать ничего существенного. Много и ничего. И выслушать ее до конца было просто невозможно. — Тры-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты! Не спеши! Трынды чихаты! Поначалу Лада вежливо терпела ее бессмысленные тирады, произносимые с таким опломбом, будто ничего важнее в этот момент и быть даже не могло. Но потом она поняла, что хоть перебивать и некрасиво, однако это единственный верный способ прекратить сий монолог. В диалог, наконец-то! Удивительно, но Лариса сразу замолкала, сразу же, уступив право слова собеседнику. Потом Лада поняла, что та просто не любила паузы в разговоре и считала своим долгом заполнять их свободные. А вот и сейчас, Лариса, ла-ла-риса тарарараторила, тарарарараторила, тренды чиха, собирая в кучу все, что в голову взбредет. Об аномальной для Майя жарею, о продуктах со скидкой в ближайшем супермархете и решении сесть на очередную диету, о последних новостях в мире шоу-бизнеса, а потом вновь вернулась к теме продуктов, жалуясь на бесконечный рост цен. Лариса вспомнила о надоевшем отце-алкоголике и в который раз заявила, что в ближайшее время непременно выйдет замуж. Непременно! К этому моменту Лада собрала свои бумаги, закрыла окно и вымыла классную доску. Теперь можно было уже идти. И она молча пошла к выходу. Неумолкающая Лариса не отставала ни на шаг. Причепилася, как ауно к штанам. Но, к несчастью, она была не только коллегой по работе, но еще и соседкой по подъезду. Угу. Не отчепися. Ее квартира находилась как раз на этаж ниже той, где жила Лада. Поэтому назойливую трескотню придется слушать всю дорогу. И дома тоже. Во сне. Всю жизнь будешь слухать. Вот так. Но Лада уже привыкла к этому за много-много лет. Как и к тому, что Лариса заявлялась к ней в гости чуть ли не каждый вечер. Прилипала. Если у нее не было свидания с очередным кандидатом в женихи, она всегда прилипала. Замуж она рвалась страстно. Готовая пойти за первого встречного. За кого хошь. Но почему-то никто ее в жены не брал. Почему-то. После нескольких торопливых встреч несостоявшийся муж сопротивлялся всем ее попыткам продолжить общение. Ссылаясь то на занятость, то на болезнь, то просто помер. Все. Не чипайте. Игнорировал бесконечные ее телефонные звонки. Что ты мне тараторишь? Всю жизнь все мозги про тараторишь. Помер. Нема. Не дзвони. Но Лариса атаковала атаки до тех пор, пока не появлялся новый кандидат. Новые. Свободные в уши. Знакомилась она именно по интернету. Очень даже эффективно, надо сказать. Перепишивалась. Штрекотала. Но до реальной встречи доходило крайне редко. Но жила она вместе с отцом-алкоголиком. Каждый вечер напивавшимся вдрыск. Тихий, незаметный человек после полулитра горячительно превращался в дикое непредсказуемое существо. Добрый вечер. Он мог запустить в дождь тяжелым предметом. А будешь меня тут-то? Ругал матом ее. Все время опрокидывал мебель. Шумел. В общем, не давал жить спокойно. А будешь меня тут? И, наверное, поэтому Лариса так отчаянно и стремила к замужеству. Ну, наверное. Не из-за желания обрести любовь и семью. Нет. А просто, чтобы вырваться из этого круга ада. Когда обычно к ночи становилась совсем уже не в моготу. Уж замуж. Не втерпешь. Она поднималась именно к ладе. И при этом у нее было такое простительное, виновательное лицо, виноватое, что ты не могла ей отказать. Уж замуж не втерпешь. Пишите письма. Правильно. Проболтав около часа, ни о чем, как всегда, проштрекотала. Тра-та-та-та-та-та-та. Они вместе спускались в квартиру Ларисы, и одна она заходить всегда боялась. Только вместе. Если отец спал, а обычно так оно и было, обычно, то Лада возвращалась домой, в нору, в конуру, проскальзывала. Но бывало, что, едва приоткрыв дверь, они ее тут же захлопывали. И что-нибудь тяжелое так и билось в нее с той стороны. Постукивала. И при этом очень громко кричала. Матюкалася. Это. Тогда Лариса оставалась ночевать у Лады, которая боялась, что когда-нибудь Лариса к ней вообще переселится. И что тогда? Все мозги напропалую. Гремычная соседка, она и так не раз замечала то, что ей Ладе привольно живется одной в такой большой трехкомнатной квартире, доставшейся ей по наследству от тети. Ишь, как везет. Семью Лада так и не завела. На нее внимание казались ей все чужими. Она и не предлагала к поиску мужа никаких усилий. Вообще. Она считала, что судьба, она сама исполнит все предначертанное. Угу. Все мужчины, обратившие на нее внимание, они казались Ладе чужими, прохожими, не свои. Не моя судьбинушка. Она ждала суженого на белом-черном коне. Да хоть на каком. Как героиня старомодного женского романа, будто не замечая уходящей молодости. А молодость идет. А час мыная, час начекая. Пожди, пожди. Едва только они вышли на школьное крыльцо, как аромат, едва пробившийся листвой, вскружил ей голову. Солнечные лучи накрыли теплыми объятиями. Шум развящихся во дворе детей он прямо глушил. И на душе у Лады сразу стало радостно. Цветочки жизни. Но радость была с горчинкой, с примесью тревоги, надо сказать. И, наверное, это уже никогда не пройдет. Невозможно забыть то тягостное ноющее чувство, в предвидении скорой беды, терзавшей ее в детстве с наступлением мая. Лада очень хорошо помнила, что с весенним теплом, с подснежниками и пением птиц с камышовки всегда начинался сезон горя. И хотя она знала и ждала, каждый раз это случалось внезапно. Однажды улица оглашалась воем, протяжным и жутким, означавшим, что в семье кто-то пропал. А потом, в течение лета, такое случалось регулярно уже. Один-два раза в месяц. Подпитываться надо. В чью-то избу приходила беда, заставляя остальных трястись от страха и гадать, не их ли черед наступит следом. И только лишь с холодами деревенские могли вздохнуть спокойно, зная уже по опыту, что зимой... Зимой бояться нечего. Говорили, что зло, истребляющее жителей, что на зиму оно впадает будто бы в спячку. Оно спит, как в адметь. И никого не трогает, аж до самой весны спит. Смотри, и локоть Ларисы больно ткнулся, ладив бок. Вон наши смутьяны, не упокоив и разгуляив. А? Шушукаются? Опять каверз замышляют, поди. Или курить собираются? Негодяи. И Лада узнала мальчишек, стоявших на углу школы. Не упокоив, держал в руках мятый желтый листок, который оба рассматривались таким видом, будто это было нечто диковинное. Что это? И Лариса уже тянула ее за руку, увлекая за собой. Ух ты, Лариса! Заметив приближение учителей, те вдруг сразу же перепугались. А листок, смятый резким движением, сразу же исчез в кулаке Бориса. Все, нема. Спрятано. А что это там у вас? Лариса подозрительно посмотрела на спрятанное за спиной руки ученика. Это личное, ответил не упокоив. Страх исчез, и взгляд стал вызывающим уже. Лично у тебя дома? Это личное. А здесь территория школы. Показывай, — скомандовал Лариса, сгоравшая от любопытства. Да перестань, — тихо шепнула Лада, стараясь, чтобы мальчишки не услышали. Да перестань ты! Неправильно подрывать учительский авторитет. Не могла же она при них сказать ей, что это? Да и правда, не ее дело. Любовное письмецо у него, — сообщил разгуляйф и хихикнул. Вам неинтересно будет. А, так вы любовные письма вместе читаете, что ли? Прям вместе? Не унималась Лариса, нависая над ним горой. Вижу, что врете. А ну, показывайте. Любовные письма давно пишут уже в электронном виде, по интернетах. А ваши физиономии говорят мне, что вы что-то нехорошее тут затеяли. А ну, показывай. Тут им не на что смотреть, и, разгуляв невозмутимо, убрал комок бумаги в карман. Пойдем, Санек. Нет, не пойдете. Пока не покажете. И Лариса вперла руки в боки. Ладе было стыдно за свою коллегу. Даже если у мальчишек репутация хулиганов, все равно нельзя так себя вести. Ей было действительно стыдно. Как это называется в ваших интернетах? Когда стыдно за чужого человека. А? Кринж. Википедия. Вот это сейчас как раз и был. Кринж. Крыжуешь? Они же ничего плохого не сделали. Стыдно? В этот момент за спиной раздался голос директора. Так. И что они на этот раз натворили? И Лариса аж вздрогнула. И мгновенно перевоплотилась. А? Тараторка и в ответ. Теперь вместо злобной училки возникла добрая фея, мечтающая счастливить весь мир. Ее взгляд устремился прямо в лицо директора. Губы растянулись в улыбке. Отчего ее лицо стало еще шире. Добрый день, Федор Гаврилович. Что тут происходит? Снова спросил директор, покосившись на сына. Теперь уже не выглядевшего таким дерзким. Говорят, любовные письма, вот читают. И Лариса хихикнула. И Лада готова была от стыда под землю провалиться. Вот он. Настоящий уже кринж. Ничего подобного, буркнул Борис, глядя на отца. И тот пожал плечами, усмехнулся и сказал. — Ну-ну, уроки кончились. Почему домой не идешь? — Да иду уже. — Хорошо. Я до пяти в школе. К ужину буду. Если хочешь, можешь пиццу заказать. — О, класс! И Борис не скрывал радости. — Пицца! А можно еще острые крылышки, кафе-си и фри-картошечки? Можно? — Это вредно. Нельзя, — ответил директор и посмотрел на топчущуюся рядом Ларису. — Чего ты там топчешься? Наверное, ему неудобно было обсуждать при них семейные дела. И Лада, взяв подругу за руку, повела ее прочь со школьного двора. Ты оповиновалась, но неохотно, и несколько раз оглянулась на высокого крепкого мужчину в строгом костюме, бормоча. — Нет, ну какой мужик! Ты только посмотри, какой мужчина! Один, без жены, сын растит. А костюмчик какой? Как с витрыны? Аккуратист. И красавец. Ты заметила, как он на меня смотрел? Да, и Лада подумала, что директор на Ларису он вообще не смотрел. Но вслух сказала. — Ага. Сто процентов. Вот сто процентов он на меня глаз положил. Продолжала распыляться та, путая мечты с реальностью, как обычно. — Скромный. Сказать сам не может. Видишь как? Придется самой брать быка за рога. Угу. — Ага. И Лада представила себе эту картину. И ей стало смешно. Быка за рога. Наверное, бедному директору придется искать пятый угол, когда решительная Лариса ворвется в его кабинет. Дрын-дын-дын-дын-дынь-пынь. Чтобы взять инициативу в свои руки. Где мои рога? Тем более, что у Федора Гавриловича была репутация заядлого холостяка. Нет у рогов. И никогда не будет. Преимущественно, женский коллектив школы часто обсуждал его неприступность. Ведь попробовать завязать с ним отношения стремились многие. И это не секрет. Он нравился даже Ладе. Какие там рога. Хотя она, наверное, была единственной, кто не предпринял еще ни одной попытки взять его за рога. Привязать до дома. Ну, разве что позволила себе улыбнуться, может быть, пару раз. Кокетливо. И то улыбкой это было трудно назвать. Только лишь намеком. Особенно, если сравнивать с Ларисиной. И? Минут за двадцать дошли до замызганной блочной пятиэтажки. Одно из нескольких десятков таких же расположенных в рабочем районе на окраине города. Дома здесь были обшарпаны, с захламленным старьем балконами, с изрисованными стенами, стайками облезлых кошек у подвальных проемов и пропахшими мочой подъездами. Но после жизни в Камышовке Ладе такое жилье казалось райским. Здесь был налаженный быт. И самое главное, здесь было спокойствие. И тишина. По сравнению. И хотя безопасным район назвать было никак нельзя, все же это была совсем не та опасность, которая таилась повсюду в той маленькой глухой деревушке. Здесь по вечерам шныряла пьяная шпана. На глаза которой лучше было не попадаться. Но эту опасность можно было увидеть и просто перейти на другую улицу. Или свернуть во двор и подождать. Сами придут. В Камышовке же не было ни одного укромного местечка, где бы можно было расслабиться и перестать бояться. Везде настигнет это чувство. Там Ладе повсюду мерещились темные тени. Злые глаза. 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 Торезубец. Неправленный на невидимого врага. Лицо матери, мелькнувшее в окне, было искажено гневом и казалось совсем чужим. Не родным вовсе. — Будто это была уже не она, а нечто чужое, некая злобная сущность, прятавшаяся под знакомой оболочкой. Ту ночь Лада старалась не вспоминать, гнала прочь мысли о случившемся, желая навсегда забыть пережитый кошмар. Но память время от времени подбрасывала и картинки из прошлого. Будто это продолжало преследовать ее, не отступая, не позволяло забыть о себе. И вот у двери Ларисыны квартиры они остановились и прислушались. Убедившись, что внутри тихо, Лариса повернула ключ в замке и осторожно вошла. И пахнула старым перегаром. — Будешь? — Скрипнули дверные петли. Из глубины жилища тут же раздался жуткий утробный вой. — Эть, седы лярва! Куда пол-литра дела, а? И Лариса обернулась к Ладе сразу же кругом. Лицо ее при этом сморщилось, будто она хотела заплакать. Но она сдерживалась. — Пойдем ко мне, — со вздохом позвала ее Лада. — Ладно, переоденусь только и приду. И Лариса опустила виноватый взгляд. — Ведь я не помешаю? — Приходи, приходи. Буду ждать. Как обычно. И Лада ободряюще пожал ее руку и заспешила вверх по лестнице. За закрывавшейся дверью продолжал реветь пьяный Ларискин отец. Этого голоса аж мороз продирал по коже. — Где пол-литра, а? А Ларисы долго не было. И Лада успела уже принять душ, облачилась в уютную домашнюю пижаму. Домашняя обстановка. Она даже новости посмотрела и подремала. Проснувшись, заварила две огромные кружки какао. Какао. О-о-о. А соседка все не шла, не шла. Делая бутерброды с колбасой и сыром, она уже надеялась, что, может, Ларискин отец, может, он угомонился там. И она не придет. Но в дверь позвонили. Пум-пум. И когда Лада открыла, ей сразу бросилось в глаза то, что подруга, она выглядит как-то странно. Не так, как обычно. В ней как будто бы что-то изменилось. Взгляд казался напряженным и колючим. Будто это не Ларискины глаза, а чужие навовсе. И самое главное, она не болтала, не тараторила, трендычиха. Она молча переступила и вошла, как в свою хату. Сбросила тапочки у порога и босиком прошлепала в кухню. Она будто шла на запах горячего шоколада. Даже нос подняла кверху, как-то собака. И Лада напряглась. Отголосок старого страха шевельнулся в глубине души. И возникло ощущение, что вслед за Ларисой в квартиру вошло что-то еще следом. Зловещие и могущественные. Темная сущность, которая обитала в Камышовке во множестве, и которую Лада распознавала нутром и кожей. Здесь, в этом доме, в этом городе Лада еще ни разу не сталкивалась с этим. Но теперь она отчетливо почувствовала, что это здесь. Она стояла у окна и смотрела, как Лариса отхлебует из кружки обжигающий напиток. Горячий шоколад. Кипяток хлебает. И тупо уставившись в стену. Как мелко дрожат ее руки. И, казалось, слышала учащенное биение ее сердца. Чувствовала, как ее кожа покрывается испаренной вся. Словно это было ее собственное тело. Что она натворила? Что произошло? Вот как человек всего за час мог так измениться? Лада не задавала никаких вопросов. Это было страшно. Она ждала. Лариса жадно глотала какао, какао, о, 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 и вскоре опустошила пол-литровую кружку. Все. Нема. И заглянула внутрь, будто удивляясь, что там ничего нет. Закончилось. Одно запаянное. И отодвинула. За это время она не проронила ни единого слова. Что было ей совершенно не свойственно. Это была совсем другая Лариса. Не та, с которой Лада совсем недавно распрощалась этажом ниже. И, наконец, когда прошло не меньше часа, и молчать стало уже совсем невыносимо, Уж точно замуж не втерпешь. Лада осмелилась задать вопрос, хотя и понимала, что это бессмысленно. А у тебя что-то случилось? И та же вздрогнула. Но она не посмотрела на нее. Только глаза вдруг забегали, будто она не знала, что ей сказать. Она придумывала. А потом ответила совсем невпопад. А можно я сегодня у тебя переночую? Ладно. Но от мысли, что всю ночь в ее квартире будет ночевать ЭТО, явившееся вместе с Ларисой, Ладе стало не по себе. Но причины отказа она придумать не смогла. Тогда можно я спать пойду? — спросила Лариса каким-то бесцветным голосом, по-прежнему не глядя, Ладе в глаза. — Да. И Лада кивнула. И Лариса сразу встала и пошла в спальню покойной тети, где ночевала уже не раз. И вскоре оттуда раздался скрип кровати и шорох одеяло. — Спокойненько. Спать. Лада в ступоре продолжала стоять у окна. — Уснуть ей сегодня точно не удастся. — Такое страхиття. В квартиру. Само вошло. И вдруг Лада поняла, что Лариса пришла без ключей от квартиры. Она была в майке и спортивном трико без карманов. В руках у нее тоже ничего не было. А значит, дверь ее квартиры осталась не запертой там. Вряд ли пьяный отец был в состоянии закрыть ее за ней. И ноги сами вынесли Ладу в подъезд. — Проверить. Она постояла на площадке, прислушивалась. — Тихо. Только лишь негромкие звуки работающих телевизоров, покашливание далекое, проникали в подъезд из квартир. — Ничего необычного. — Вроде бы. Дом жил своей жизнью. И она медленно начала спускаться вниз, осторожно ступая, хотя была в домашних тапочках и без того делавших шаги бесшумными. — А вот и дверь Ларисиной квартиры. — Так и есть. — Не заперто. Сквозь приоткрытую щель виден свет электрической лампочки. И Лада легонько толкнула ее. И дверные петли скрипнули, как и в прошлый раз. И она напряглась, ожидая, что сейчас раздастся тот пьяный возглас. Но все было тихо. Так тихо, что она слышала тиканье настенных часов. И звук работающего холодильника. Она все слышала. И капающую из крана в воду. И она медленно прошла по коридору и остановилась перед тремя дверными проемами. Несколько раз ей доводилось бывать здесь. Давно, когда отец Ларисы еще не уходил в такие длительные запои. Последний год его запой почти не прекращался. Командировочка. Но Лада очень хорошо помнила расположение комнат. Справа кухня. Точно такая же крошечная, как и у нее. Прямо комната Лариса. Ларисы. Такая же яркая и вызывающая, как сама хозяйка. Не дать не взять. И в памяти всплыли детали интерьера. Бордовые шторы. Белый в алых розах диван. На ночь превращающийся в кровать пурпурный ковер. И а-ля поватые пестрые обои. А-ля поватые. Как будто разноцветную краску по стенам все разбрыгали. Как кровь. Изобилие всех оттенков красного нравилось хозяйке. Но, по мнению Лады, она резала глаз. Слева была комната отца-алкоголика. Единственное место в квартире, где она прежде никогда не была. И дверь в нее была всегда закрыта. Но запах спиртного, немытого тела, нестиранного белья пробивался оттуда все равно. Лариса всегда извинялась, объясняя, что отец не позволяет ей поменять ей даже постельное белье. Он не дает стирать свою одежду. Он не пускает, чтобы сделать уборку. И так тепло. Наверное, она и сама не горела желанием лишний раз к нему заходить. Как она, бедная, столько лет все это терпит здесь. И она сразу же ощутила на себе всю эту давящую обстановку. И уйти некуда. На учительскую зарплату собственное жилье никак не купить. Вот и мается. Лариса рассказывала, что раньше она любила отца, до тех пор, как он сроднился с бутылкой. А случилось это сразу после того, как от него ушла жена, мать Ларисы. На фотографиях это была шикарная женщина, жгучая брюнетка с голубыми глазами. Ушла к директору фирмы, где они оба с отцом и работали. М? Повороты судьбы. Вот это поворот. И отец тогда сразу уволился. И пристрастился ко своим этим командировкам. Он устроился куда-то охранником на смешную зарплату. И начал попивать с горя. В командировочке. Но о дочери не забывал. Он приносил деньги на продукты. Готовил кое-какую еду. Ларисе тогда было лет двенадцать. Пришлось быстро научиться тоже вести хозяйство. Потому что горелую картошку и яичницу есть было просто невозможно. Оле, Лукое! Кое-какое! И яич, скажу! Лада, оставшаяся без матери примерно в том же возрасте, сочувствовала ей всей душой. И не осуждала, что та отзывалась об отце сбрегливостью и даже ненавистью. Еще неизвестно, как сама она вела бы себя, окажись в подобных условиях. Легко ли любить или хотя бы терпеть алкоголика, даже если это родной отец? Вытерпишь? Теперь Ладе нужно было открыть эту дверь. Заветную. И она прямо перед ней. И от страха ее всю трясло. Но она должна была это сделать. И тогда либо страшная догадка подтвердится, либо она узнает, что больна паранойей. Наваждение. Пусть уж лучше последняя. И она толкнула ручку двери под оглушительный стук собственного сердца. И отпрыгнула из-за тошнотворного смрада, хлынувшего из комнаты. Подавила рвотный позыв и окинула взглядом открывшуюся картину, освещаемую голой лампочкой, висящей под потолком на черном-черном шнуре. Перед ней был хаос. Повсюду, на кровати, на стульях, на полу валялись тряпки, которые с трудом можно было назвать одеждой. Из-за них она не сразу заметила тело. Оно сливалось с общим фоном, как правильно подобранный пазл, тем более что лежало лицом вниз. Не заметишь. Руки раскинуты в стороны, ноги в драных трико согнуты в коленях. Это неестественная поза для живого человека. В таком положении долго не пролежишь. И Лада с ужасом смотрела на скрученного на полу отца Ларисы, надеясь уловить хоть какие-то признаки дыхания. Но их не было. Превозмогая страх и омерзение от этой жуткой вони, она сделала пару шагов вперед. И увидела вокруг головы растекшуюся густую желто-красную массу. И до нее не сразу, но все же дошло, что это еще недавно было содержимым его желудка. И резко подкатившая горло тошнота заставила ее попятиться, и внезапно она столкнулась с кем-то, стоящим за спиной. И, взвизнув от ужаса, Лада обернулась и увидела Ларису. Вид у той был, как говорится, краше в гроб кладут. Лицо белое-белое, глаза безумные, нижняя губа закушена, и взгляд устремлен прямиком на тело. — Папа! — прошептала она, и вдруг как завыла белугой. — Папа! — Папочка! И в два прыжка Лариса оказалась возле него. Присела на корточке и резким движением перевернула его на спину. А лицо мужчины было искажено предсмертной гримасой. Рот был открыт, весь подбородок и грудь покрывала кровавая пена. Сомнений не было. Он был мертв. И Лариса забилась в истерике. Лада вышла в коридор и достала телефон, дрожащими пальцами ткнула кнопку разблокировки, чуть не уронив его при этом. И тупо уставилась на вспыхнувший экран, не понимая, куда звонить. В скорую? Или в полицию? А потом все-таки набрала номер дежурной части. Приехали почему-то не только полицейские, но и медики тоже. И начались бесконечные расспросы. — Что вы делаете в квартире погибшего, а? И Лада растерялась. — Что сказать? Пришла проверить, не умер ли отец соседки, которая пришла переночевать к ней? — Когда в это время она спала? — А с чего возникло подобное желание, а? В общем, пока Лада объяснялась, запутавшись в своих показаниях, несмотря на то, что говорила она только правду и только правду, и ничего кроме правды, и не пыталась она ничего скрывать, наступило утро. Одновременно с ней допрашивали заспанных и ничего не понимающих соседей. А Ларисе сделали успокоительный укол, потому что она оглушительно выла и причитала на весь подъезд. Лада была потрясена глубиной ее горя. — Надо же, как убивается! Оказалось, что она ненавидит своего отца. Отпустили ее только лишь с наступлением утра. Уставшая и одуревшая от вопросов, Лада поднялась к себе в квартиру. Из зеркала в прихожей на нее глянула растрепанная тетка с красными глазами, в которой она не сразу узнала себя. Нужно было собираться на работу, но мысли никак не хотели приходить в порядок. Все время они так и возвращались к Ларисе и ее отцу. Снизу, в ту квартиру. Противное чувство омерзения не отпускало. Из-за него о завтраке ничего даже было и думать. Все. Перед глазами стояла лужа кровавой болевотины. Но время начала ее урока неумолимо приближалось. А час мы нае, час на чекае. И Ладоковы, как умывшись, одевшись и причесавшись, поспешила в школу, с грустью думая о том, что бедная Лариса сегодня там уже не появится вовсе. Решила, что после работы пойдет помогать ей с организацией похорон. Вряд ли сама она справится в таком состоянии. А интересно все-таки, а отчего умер ее отец? В разговорах медиков с полицейскими звучали слова отравления и метанол. Но случайно ли он купил паленую водку? Или кто-то специально подсунул ему этот ядовитый напиток? Не этанол, а метанол подсунули. А если так, то кто? Кто мог желать смерти запоянному пьянице, кроме собственной дочери, измученной его пьянством? Не Лариса ли отравила собственного отца? И не поэтому ли она была такая странная, когда пришла к ней вечером? Не из-за этого ли Лада почувствовала темное нечто, сгустившееся у нее за спиной? Но горе, скрутившее ее, было так неподдельно. Трудно было представить, что она способна была на хладнокровное убийство. А это не дремлет, это всегда присутствует в нас. Оно прямо сидит у тебя на плечике и шепчет, шепчет, рассказывает. А помнишь, вон, как он тебе, вот-вот-вот, надо вот так вот сделать, распаливает эту злость. Запыхавшаяся Лада влетела в класс вместе со звонком и с удивлением заметила, что детей мало. Это при том, что сезон гриппа давно уже прошел. Интересно, что за событие не позволило явиться на урок четвертой части ее учеников? Меркнет даже солнце свет в блеске, золотых монет. Раиса распустила волосы и посмотрела на себя в зеркало. Раньше смоляные волны, обрамлявшие лицо, ее очень красили. Но не теперь. С возрастом щеки обвисли, от носа к уголкам губ протянулись некрасивые складки. И хотя волосы ее были также густые и красивые, она прятала их, скручивая в узелок на затылке. Постаревшее лицо они не спасали, а наоборот, словно подчеркивали увядание. Давно бы остригла, если бы не Ленька. Он ей не разрешал. Ленька был моложе на 15 лет, и она не понимала, почему он вообще обратил на нее внимание. Молодой 30-летний парень, такие теперь были в селе большой редкостью, все старались уехать в город. А он остался. Устроился электриком. Зарплата маленькая, чуть больше, чем сама Раиса получает на почте. Но зато так называемый левый заработок есть. И немалый. Правда, платят не всегда деньгами. Не тем, что надо. Дают, кто чем богат. Молоко, мясо, мед, варенье. А он все берет. Добрый. И делает на совесть, от души все. На века. Не только розетки, лампочки, а еще и гвоздь прибить может. Дров наколоть. Огород скопать. В общем, на все руки мастер. Как это называется? Муж на выезд. Или муж на час. Вот так вот. Для Раисы, муж, который сам ничего делать не умел, да и не хотел, Ленька был просто палочкой-выручалочкой. Часто приходилось его приглашать. Даже очень часто. Однажды заработался парень у них допоздна. А идти в другой конец села надо. Он на велосипеде быстро бы добрался. А тут дождь, на тебе. На лесопеде не поедешь. Ну не выгонять же на улицу человека. И остался Ленька на ночь. И все. Вот тебе муж на час, а теперь и навсегда. Форево. И с тех пор и закрутилось у них. Муж тот ничего и не понял даже. А все лето сразу все узнали. За куркуры, и кали. У местных жителей нюх на такие вещи, сами знаете. Сарафанное радио. Раиса по улице шла и чувствовала, как ее из каждого окна взглядом и сверлят. А уже обсуждали-то как? Наверное, мозоли там на языках. Повздувалися. Гляньте на нее. При живом там уже любовника завела. Эх, какая! Да кого! Сыновья и годится, шептали вслед. Ну и что? Мужу донести все равно не осмелится. И скажут ему, пойди все равно. Давно ее не замечает. А если ей смотрит, то будто на муху какую, назойливую, случайно в дом залетевшую. Муха! Цикатуха! Ему бы на диване лежать и в телевизор пялится. Кричи, калачи. Лодорь присосался к ней, как та пиявка. Живет на всем готовом, палец о палец не ударит. Ест да спит. И выпить любит. На ее, между прочим, денежки. А ночи еще. Тоска, а не жизнь была у Раисы да Леньки. А теперь новыми красками заиграла. Краса! Любовь вспыхнула. Ленька такие слова ей говорил, какие она раньше даже в жизни не слышала. Теперь, когда красота ее поблекла и скукожилась, она вдруг ощутила только сейчас себя любимой, как никогда прежде, и щедро благодарила своего воздыхателя. Чуть ли не всю зарплату ему отдавала. Эх, были б деньги. Уехала бы куда-нибудь из этого прокисшего села. Улетела вместе с Ленкой на море, на заграничный курорт, как и в рекламе по телевизору показывает. Баунти. Забыла бы этого опостылившего мужа и двуличных соседей, которые в глаза улыбаются, а повернись к ним спиной всего. У них аж яд с языков капать начинает. Вот бы они с Ленькой зажили, а? Дорогие отели, пляжи, бары, рестораны, кафешечки. Сказка, а не жизнь. И Раиса вдруг снова вспомнила письмо странного старика, прочитанное вслух Светкой, с которой они вместе на почте работали. Почему-то она очень запомнилась ей, особенно те слова, что были звездочками отмечены. Интересно, зачем старик их так выделил? М? Уж неделя с тех пор прошла, а письмо из головы все никак не выходит. Странное такое. И она снова повторила слова, выученные наизусть. Ясно, зной, не в моготу, а ритмия. Юность где? Давно еле корячусь, лечусь отварами. Думаю, когда уже, что ли, умру? Моненько осталось. И Раиса запомнила даже ошибки, сделанные дедом в помеченных звездочками словах. А вдруг это неспроста? Похоже на ребус. Что-то в этом есть. Какой-то секрет она подозревала. И было у нее шестое чувство, в которое она верила, как и у сестры ее старшей, Алифтины. А это у них наследственное. Но вот только по сравнению с сестринским даром Раисе только лишь крохи достались. Так, чуть сильнее развитая интуиция, чем у обычных людей. Ничего сверхъестественного. А вот сестра та прямо ясновидящая. Всегда все про всех знает, но никого не осуждает. Добренькая. Раиса ее недолюбливала. Слишком уж она правильная. Просто святая. Рядом с ней она особенно остро ощущала собственное несовершенство, хотя-то никогда ее ни о чем не попрекала. На путь истренный не наставляла и даже любовную интрижку с Ленькой не упоминала ни разу. Но глаза у нее, господи, глянет, аж душу щиплет. Будто крапивой обожгло. Раиса и сама знает, что живет дрянной жизнью. Неправильной. Дочку родила. Да отказ в роддоме написала. А как? Как растить дитё, когда муж инвалид на шее? Да и вообще, зачем они, эти дети, цветочки жизни? Угу. Смотрит Раиса, как другие бабы своим детям жизнь посвящают. На алтарь все выкладывают. Последние отдают. А те, как вырастают, и все. Поминай, как звали. Оперятся, да как упорхнут, как те рябчики, порх-порх-порх, и все. А они матери к тому времени старухи уже никому не нужны. Даже собственным мужьям никому не нужны. Потому что пока все внимание и любовь детям отдавали, тем не доставалось ничего. И все. И они тоже отвыкли. Не надо им теперь ни любви, ни заботы. Ничего не надо. А кому надо, те в другом месте нашли. Обязательно найдут. А так-то вот. Жизнь, однако, она один раз дается. И Раиса считала, что эту ценность не стоит разбазаривать. Нет. Но стоило глянуть Алифтине в глаза, и сразу начинали ее мучить мысли о собственной никчемности. Вроде хорошая сестра, добрая. Вроде бы, да. Но Раиса избегала ее. Но что же там с этими меченными словами? Продолжала она ломать голову. Что же в них спрятано? Ясно, зной, невмоготу, аритмия. юность где? Вот кто? Кто так пишет письма? Чушь какая-то. И вдруг ее осенило. И Раиса схватила карандаш, валявшийся на туалетном столике среди кучи расчесок и помад, взяла газету и принялась писать на полях первые буквы из каждого этого слова. И получилось «Я знаю». И аж сердце подпрыгнуло, заколотилось у нее как бешеное. Что-то интересненькое вырисовывается. И она продолжила «Я знаю, где клад». «Ух ты! И что дальше?» «Куч ум Ах ты ж боже ты мой!» И она даже карандаш выронила, уставившись на получившуюся запись. «Ах вот оно что! Клад куч ум А? Уж про этот клад селе не говорил только немой, а не слышал только глухой. Клад куч ум А давно слухи ходят, что в окрестных лесах зарыты сокровища татарского хана. Несметные там богатства лежат, но никто не знает, где именно. А я я знаю. старик выходит все знает. Вот хитрец. Вот он почему там отшельником живет в своей заброшенной деревне, а? На золоте сидит, охраняет, и внучку хочет секрет сообщить. Все пишет и пишет, а все без толку. Не едет внучок. Или дед совсем адреса не помнит, совсем дурная башка отбилась, или внучок его тупой, как бревнышко. А она, Раиса, она совсем не дура, если ребус его сумела разгадать, Раиса Сергеевна. Конечно, может быть и так, что дед, он просто из ума выжил, но интуиция, которая ее никогда не подводила, она подсказывала, что письмо это, это не бред, это далеко не пустышка, это и есть клад, ценнейшая информация. Вот только как сделать, чтобы дед ей место это показал? С чего бы это старику с ней тайной своей делиться, а? Я тебе такую печать покажу. Приходи в гости. А что ж придумать такое? Как вы спросите? Ведь не скажет по своей воле? А что если прокрасться незаметно к деревне и затаиться там понаблюдать, выждать? Так она сможет узнать, в какой избушке живет старик. А потом дождется, когда тот отлучится куда-нибудь. Ну, ходит же он охотиться там, там, рыбачить. Да или просто по нужде выйдет, а она в избушку шмык и пошарит там, где надо. Наверняка где-то близко к себе дед хранит сокровища. Может, даже под матрасом. Поближе к телу. Ага. А если не найдет ничего, так она еще и еще понаблюдает. Рано или поздно пойдет старик свой схрон проверить. Ах, пойдет. вот так и выдаст он ей свое заветное место. Вся эта затея, конечно, очень рискованная, сразу же подумала она. Но даже если обнаружит старик ее присутствие, ну, ведь не убьет же, в морду не даст, может быть, даже жалится, поделится золотишком. А мне много-то и не надо. Баунти на островок, да и все. Она бы взяла монеток и колечек, сколько войдет в косыночку, что пузелком завязать, и все, хватит. Хватило бы на всю оставшуюся жизнь прожить в достатке. с моим Ленечкой. подержите наш канал, скажите спасибо. Не забывайте ставить наши педали, не забывайте подписываться на наши рассказы, на канал Коляныч, Дед Коляныч, и вставляйте, чтоб колокольня вам там работала. Только когда колокольчик нажмете, все, все аудиокниги, плейлист тоже не забывайте, и надо нажать на колокольчик, чтобы все уведомления приходили. Только тогда будут приходить вам, когда я что-то новенькое загружу, а загружаю я ровно в 18 каждый Божий день в нашей избушке. Заходите в гости на огоньок, а на сегодня что? А на сегодня все, зустринемся завтречко. Споки ноки, покедово. это не не н дай